Пропагандисты и чиновники регулярно упоминают евреев, когда говорят об Украине. С началом полномасштабной войны это стали делать чаще и в более высоких эшелонах власти. Дошло до того, что Путин заявил, будто бы Запад, поставил во главе Украины этнического еврея, чтобы прикрыть, цитата, «античеловеческую сущность украинского государства». Обвинения Киева в нацизме уже стали обычным делом для пособников Кремля. Вот только это противоречит реальности. Уважаемые представители разных иудейских объединений, уважаемые наши воины, благодарю вас за эту возможность пообщаться. Для меня это честь. Я хочу поблагодарить за это время, за все это время, что вы делаете, что вы всегда с Украиной и поддерживаете всех. Мне показали список всех городов, откуда вы приехали в Киев, где вы во время войны поддерживаете гуманитарно, как можете людей. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы остаетесь в Украине. Второе – за ваши молитвы и поздравляю вас с вашим праздником. Эксперты не считают Путина и в целом кремлевский режим антисемитским по своей природе. Однако регулярные спекуляции на темах стереотипов о евреях, холокоста и нацизма говорят о бытовом антисемитизме в России. Он тянется из Советского Союза, где, начиная с правления Сталина, евреев неофициально ограничивали в правах. Например, не давали получить образование в лучших вузах или занимать управляющие должности. Занимались таким контролем спецслужбы, выходцем из которых и является Путин. По словам экспертов, антисемитские заявления российских чиновников – один из показателей того, что на фоне войны Кремль попросту перестал сдерживать себя. Я здесь расцениваю эти антисемитские шутки и прочие высказывания именно в контексте вообще снижения планки российско-официальной риторики. Официальные заявления российского МИДа скорее напоминают язык пропаганды сталинских времен, чем принятых в современном мире дипломатических документов. Владимир Путин давно уже опустился не только до антисемитских шуточек, но и до упоминания резиновой попы чуть ли не в каждом высказывании. У путинского антисемитизма есть глубокие исторические корни. В Российской империи при Екатерине II ввели черту оседлости – буквальный запрет евреям жить везде, кроме отдельной территории. Указ просуществовал до конца самой империи. Но еще до и во время его действия россияне регулярно устраивали еврейские погромы с позволения местных и государственных властей. В Украине уровень толерантности был гораздо выше. Об этом свидетельствует хотя бы то, что после провозглашения независимости в Украинской народной республике индиш стал одним из государственных языков и присутствовал на коробованцах ОНР. Украина – многонациональная страна, которая признавала все группы, и которая существует на ее территории, и сотрудничала с ними в сфере культуры, в сфере обороны, в сфере экономики. Украинцы создали все возможности для возникновения органов управления еврейского общества. Было даже Министерство еврейских дел. А у россиян всегда был бытовой антисемитизм, который действительно попадал в политические круги. И россияне всегда пытались свои проблемы решить за счет еврейских погромов, которые они проводили в начале 20 века. Напомним, в прошлом году высказывания министра иностранных дел России спровоцировали дипломатический скандал с Израилем. Тогда Сергей Лавров публично заявил, что якобы самыми ярыми антисемитами являются сами евреи, и что у Адольфа Гитлера, цитата, была «еврейская кровь». Извиняться за эти слова пришлось лично Путину. Данила Кобза для телеканала «Фридом».